Всем привет! Да, именно, это метро 2033 редакс, прохождение игры метро 2033 редакс. В прошлом видео мы остановились на том, что наш друг Бурбон, который обещал нам калаш, попался. Попался, его схватили, а его калаш остался. Поэтому можно смело сказать, что Бурбон исполнил свое обещание. Так, ждем, ждем паутину. Подниматься наверх нам не нужно, да и мы не поднимемся, поэтому нужно забирать калаш. Вот у меня один вопрос, что выкинуть? И я думаю, это будет, к сожалению... Что там свистит? Ждем, 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 ждем. Так, в общем, что от нас требуется? От нас требуется спасти задницу Бурбона. Как бы странно это ни звучало. Я не помню, сколько их там. И с какой они стороны. Поэтому просто, что? Просто выскакиваю и начинаем... Начинаем штурм. Один. Готов. Вот мне сейчас, только сейчас, пришла в голову интересная мысль. А что если... Что если мне попробовать пройти в режиме стелс? И я подумал... Нахер. Я просто буду убивать все то, что вижу. Но попробую это сделать тихо. Сначала выключим везде свет. Ох, вот это там хлопнуло. Не ругайся. Прячемся. А почему я... Что случилось? Как он так? Он сам себя, что ли, хлопнул? Наших валит. Наших, говорит, валит. Да, это так. А кто? Так, я не понял, а кто стреляет? Если без шуток... Дважды уже... Ладно. Ладно. Ну не показалось же мне. Быстро, быстро, быстро. Готово. Ищем. Мат-перемат один. Бежит. Кто стреляет еще? Ох, как! Есть! Отдыхает. Врубаем здесь. А, так это он своего убил, дурак. Молодец. Братву валят. Вижу. Ну и куда ты спрятался? Братов. Готов. Я не думал... Ну давай, 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 еще. Все, отдыхай. Браток. Подняться наверх нельзя? Пока нет. Ладно, все, собираем. Здесь нам это не нужно. Не надо. Патроны все собрал. Свет кассим. Не получился стелс. Ну, да и как бы хрен с ним. Ох, сколько здесь. Все лежат, отдыхают. Молодцы. Ножи. Ножи у нас. Полный боекомплект. Ладно, кто с твоей стороны есть? Ух, ничего себе. Нет, ну мне не нужно, мне не нужно. У меня есть калаш. И заметка. Есть ли во всем метро люди, которым Бурбон не был бы должен? Да, кстати, это... Это хороший вопрос. Или которых когда-нибудь не попытался обмануть. Черт, до этого парня кругом враги. И на сей раз, кажется, он влип действительно серьезно. Мне нет до него дела. Не должно быть. Но почему-то я не могу его тут бросить. Не знаю, в чем дело. Сухой мой отчим. Сказал мне как-то. Спасешь однажды кого-то, потом придется спасать его всегда. Чувствуешь, что отвечаешь теперь за того, кому не дал умереть. Становишься с ним родными людьми. Поэтому он и взял меня к себе на ВДНХ, когда мама погибла. Поэтому, может, и я теперь не могу бросить Бурбона. Ну, кстати, как сказать в этих словах, действительно есть смысл. Я так понимаю, что я положил всех. Мухи летают в меня. Все же мучает один вопрос. Был ли я один? Потому что мне показалось, что... Ну, это либо они, дураки, вот убивали своих, так скажем. Тоже случайно, к примеру, как вот, ну, при мне был момент. Я реально видел, как он своего хлопнул. Либо есть второй вариант. Это мне кто-то помогал. Ладно. Если честно, это даже как-то не важно сейчас. Мне нужно спасти Бурбона. Этим мы займемся. Так, а здесь что у нас? Патроны-то я забрал. А, там просто прицел калиматорный. Нет. У меня прицел круче. Так, везде, где я был, будем гасить свет. Здесь все у нас полно. Так, вижу, вижу. Странное место. Забрали. Растяжечка, моя любимая. Так, лежит еще один. О! Никому сейчас нет дела, в принципе. А это что такое? Что-то ритуальные какие-то огни. Тихо гасим свет. Везде гасим свет. Пистолет у меня гораздо круче. Мне, кстати, кажется, что он довольно-таки мощный. Я сначала думал, что это глушитель, но он так стреляет. Никакой это не глушитель. Может, не может так глушитель громко стрелять. Так, мне, скорее всего, туда нужно будет идти. Но сначала прогуляемся. Нужно везде все обыскать. Все, что можно забрать, забрать с собой. Не оставлять же это здесь, кстати. Ладно, поинтереснее это оружие. Нож. Ну, у меня полностью, да? Да, да, у меня. Какие интересные здесь. Ну, вариация оружия. Ну, да ладно. Меня это не так интересует. Я не помню, у меня полностью, что ли, есть. Да вот я. Что это было? Сухар. Сухар. Что за сухар там, интересно? Тинделин-тилин. Хорошая, ловко. Так, это что, гальюн? Пойдем посмотрим. Так, предлагаю выключить фонарь. Погасить свет. Не палиться. И здесь тоже. Нет. Тихо. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, без башен и перец. Идиот. Смор. Думал выпить с нашим хозяином и все ему простят? Ну, оно может так и было бы, если бы хозяин был прежний. Ха! Это точно. У нового отношения к бурбону столько вопросов, что потихоньку под... Готов. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Шухер, пацаны! Короче, блин. Мне все кажется, что он с глушителем. А я без понятия? Не получился, стелс? Ой-ой-ой. Сейчас я тебе покажу кое-что. Не ругайся. В общем, я тут шорох нарял. Да. Завалился с оркестром. А зачем мне... Охожу. Так. Ну, забирай, забирай, забирай все. Не нужно менять ничего. Ладно, один раз получилось у меня. Но надолго не хватило. Здесь ничего нет. Это почему закрыто-то? Тут, конечно, еще из меня. Не ругайся. Где он? Где он там ругается? Да? Еще раз повтори это. Ага. Вижу. Готов. Да выпендривался. Ничего орать. Лабиринт. Это какой-то лабиринт. Да. О. Я не помню, он меня убить хотел здесь, правильно? Какая у него пушка интересная. Оба-на. Нормально. Вот это нормально. Покурили кальянщик. Покурили кальянщик. Курили кальянщик. Курили кальянщик. О, отошел. Еще раз сейчас я покурю. Смысл в чем? После этого при нажатии кнопки, ну, клавиши идти вперед, он у меня шел вправо. При нажатии кнопки двигаться вправо, он у меня прыгал. Еще раз. Вот. Нажимаю прямо идти, идет направо. Нажимаю присесть, он идет назад. Прыгаю, идет вперед. Хорошие же кальянщики. Тихо, тихо, тихо. Все. Да успокойся. А когда отпустит? Не, ну так нельзя играть, конечно. Да все-все-все-все-все. Все. Нет. Слушайте, я не отпускаю этого. О, кажется, отпустило. Мощный кальян. Одной затяжки хватило, чтобы улететь. Этих ребят уже я обчистил, видимо. А ладно, больше не будем курить. А этот там друган нормально, да, сидел? Похуривал. Хорошо ему было. Так, где я еще не был? А я не был наверху. Здесь у нас есть полный запас. В общем, у меня есть подозрение, что пройти можно. Но пройти можно с другой стороны. Нужно было мне зайти. Ну ладно. Не думаю, что я много потерял. Здесь у нас что? А, они здесь ловят упырей и издеваются над ними. Тоже неплохо. Нет. Меня уже не разведешь. Я знаю, что нужно спуститься. Мне в любом случае нужен... Оно здесь ничего нет. А, нет, есть. Калаш я, наверное, менять не буду. В чем прикол? Наверное, такой же. А если вот так гранату кинуть? Так, на прощание убираем. Ладно, кидать мы ничего туда не будем. Просто пойдем дальше спасать Бурбона, правильно? Это основная же миссия. Миссия спасения Бурбона. Ну, погнали. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или пашку снесу. Это одноклассный или гоноклот? Артем! Что за... Стреляй, стреляй, стреляй! Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, важновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Заметочка. Наверное, такие люди, как Бурбон, родятся с петлей. Родятся с петлей на шее. Всю жизнь ходят по краю, рискуют всем ежедневно. И им кажется, что они всегда сумеют вот так бегать от смерти. Только от нее не убежишь. Если всегда ходить по краю обрыва, рано или поздно сорвешься. Да, это факт. Зачем я себе говорю все это? Чтобы убедить себя, что не виноват смерти Бурбона, что он все равно бы кончил так же, рано или поздно, потому что сам выбрал для себя эту судьбу. Говорю, чтобы не слышать другой голос внутри себя, который твердит, что я мог его вытащить. Мог как-то поменять его жизнь. Он ведь не был таким плохим человеком. Бурбон. Мы не такие, мир не такой. И какое право этот хан имеет его судить? Честно говоря, я даже не знаю. Как-то двояк. Ну, если не говорить, то жалко. Бурбона жалко. Ну да, в принципе, Артем прав. Если все время так рисковать, рано или поздно, закончится это плохо. Ну, скажем так, это в любом случае заканчивается одной и той же историей. Жалко. Жалко. Удачи тебе. Ну что, хан? Теперь ты мой новый кореш, что ли, я так понимаю, да? Что ж, мудрое решение. Появление хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя я и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Да ну, конечно, жаль, на самом деле. Ничего себе. Вот. И еще, я же говорил, что мне кто-то помогает. Кто-то не раз снимал у меня на пути этих бандитов. Драматическая, на самом деле, такая история, момент. Ну, ладно. Ладно, у нас другие приключения, я так понимаю, нас ждут. Вот он же только что есть прошел. Как эта паутина снова с этими пауками выстроилась? Хан, ты где? Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Почему? Зато контакты на месте еще, да? Я не знаю, что я здесь. Подойди поближе к трубам и слушайся. Только не слушай слишком долго. Опять? Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Да, но вот только этот тоннель меня не знает. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Давай прикольнемся. Замри и смотри вперед. Ну? Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Ну иди-ка, знаешь, друг мой, ты первый. Очень, очень атмосферная игра. Надо же было создать такую неповторимую и незабываемую атмосферу. Столько сказочно и настолько реалистично. Ладно, заметка. Я привык к опасностям. Привык, что человеческая жизнь может оборваться в любой миг. Я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Ходил по руинам города, населенным одним-одними мертвецами. Но все это было реально, постижимо. А то, что происходит вокруг Хана, находится за гранью моего понимания. Мне неуютно с ним. Страшно. С ним мне начинают казаться все, что я знаю о мире, о людях, о смерти, о самом... о самом... ну, о себе самом. Все глупость, все ложь. Мне не на что больше опереться. Не на кого положиться. Кроме самого Хана. еще одного случайного попутчика. Или не случайного. Ну, я думаю, что здесь не случайный попутчик. Этот Хан. И он действительно очень странный. И все вокруг него странное. Мама! Где ты? Хан здесь ходит, как будто каждый день это видит. Ну, я думаю, что так и есть. В сторону, Артём. Пульс. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Смотри. Смотри на этот тоннель. Идем же. Здесь страшно даже мимо проходить. С этим призраками. Ну, не страшно только Хан. Не удивлюсь, если он здесь живет. Замри и смотри вперед. Так. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной. Но не отходи ни на шаг. Да я не собираюсь. Кастанай-Лапио-Астериума-Манта. Кастанай-Лапио-Астериума-Манта. Алаум-Раум-Ом. Алаум-Раум-Ом. Кастанай-Лапио-Астериум-Манта. Кастанай-Лапио-Астериум-Манта. Алаум-Раум-Ом. Алаум-Раум-Ом. Кастанай-Лапио-Астериум-Манта. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали Я был единственным выжившим Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад Душам некуда деваться теперь И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах Чем-то он мне проповедника напоминает Так, подожди Чего-то ругаешься Иди первый Иди первый, все, посмотри, я сейчас подойду Жгем, жгем, жгем Вот эти панели действительно пугают И я думаю, что на этом на сегодня мы закончим Спасибо большое за просмотр Продолжим в следующий раз